Новая жизнь спорткомплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. После капитального ремонта, который длился полгода, универсальная мини-арена открыла свои двери для любителей спорта со всех уголков страны. Инициатором глобальной реконструкции стал лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Спорткомплекс на 8-й фонтана стал безопаснее, просторнее, в нем комфортно заниматься в любое время года, а участники соревнований могут остановиться в удобных гостиничных номерах. Наши корреспонденты побывали на знаковом для региона событии. Спортивный комплекс Международного гуманитарного университета нового поколения объявляется открытым. Безопасно и с комфортом. Спорткомплекс Международного гуманитарного университета нового поколения снова готов принимать соревнования мирового уровня. Гимнастика, борьба, бокс, бадминтон, волейбол и многие другие дисциплины в двух шагах от берега моря. А таком спортсмены, как профессионалы, так и любители, могут только мечтать. Вынужденный перерыв проведения тренировок и турниров, связанный с карантином, пошел на пользу инициаторам преображения спортивной арены. Время зря не прошло. Здесь заменили все, остался только фундамент. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов подчеркивает, необходимо идти в ногу со временем. То, что было новым 10 лет назад, в 2020-м уже нуждается в обновлении. Светлый, красивый комплекс получился. Посмотрите, абсолютно новые материалы были использованы. Все огнеупорное, все то, что связано с пожарной безопасностью, мы все предусмотрели. Вот тент, который слева-справа, видите, и между тентами есть синтепон, мы все это закупили в Германии. Я хочу сразу, знаю, что буду задавать вопрос, сразу сказать, что ни бюджетных средств, ни с городского бюджета, ни с областного бюджета, ни с бюджета страны не было использовано. Все, что мы заработали, в том числе и в Международном гуманитарном университете, мы использовали вот на полную реконструкцию этого здания. Помимо спортивных площадок, капитально отремонтированы раздевалки, душевые, для удобства участников соревнований построен гостиничный комплекс. При реконструкции спорткомплекса использовались самые современные эффективные технологии. Горячая вода, например, здесь будет круглогодична, а не так, как в большей части города. Здания комплекса, как и другие корпуса Одесской юракадемии и Международного гуманитарного университета оборудованы солнечными коллекторами. Альтернативные источники энергии – это уже даже не будущее, а настоящее. Их достаточно, 5, смотрите, их достаточно, чтобы здесь круглосуточно была горячая вода. Для спортсменов это важно. Мне иногда говорят, да, спортсмены они здоровые, крепкие, зачем им горячая вода? Как раз горячая вода для них тоже нужна, для всех нужна теплая вода. Поэтому мы, учитывая то, что вот был этот запас времени, когда коронавирус, мы воспользовались той ситуацией, которая сложилась, что здесь никто не занимался. Мы на полгода закрыли спортивный этот комплекс и вот установили даже солнечные коллектора. Еще до официального открытия спорткомплекса на Восьмой фонтана здесь успели провести первый в истории международный турнир по бадминтону Одесса Оупен 2020. Выстроилась целая очередь желающих провести турниры в комфортных условиях по самым разным видам спорта. Во время торжественной церемонии открытия тренировку проводили воспитанники детской спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике «Черноморец». Морская партия – это партия молодежи. Огромное количество молодых людей развивают спорт в нашем городе и не только в городе, далеко за рубежом. Наша задача, как руководителей партии и в первую очередь Сергея Васильевича, создать условия для развития спорта. И мы на тысячу процентов с этим справляемся. Вот только здесь, на Восьмой фонтана, мы уже третий раз открываем спортивную площадку. Открыли волейбольную площадку, открыли теннисный корт. И сейчас, это как венец всему нашему процессу, мы открываем великолепнейший европейского уровня спортивный комплекс. Таким образом, Украинская морская партия Сергея Кивалова продолжает способствовать развитию физической культуры и спорта не только в регионе, но и в стране. К слову, лидер партии возглавляет спортивный студенческий союз в Одесской области. Впереди открытие новых спортивных площадок и проведение новых всеукраинских и международных соревнований. Спасибо вам большое.